МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости на 9-м канале. В студии Анна Семенова. Здравствуйте. Ливень минувшей ночью залил с десяток квартир в Старомосколе. Пострадали дома, на крышах которых идут кровельные работы. Вода лилась буквально изо всех щелей, розеток, люстры в местах стыков плит перекрытия. Особенно досталось жителям верхних этажей. Масштабы бедствия оценила наша съемочная группа. Ремонт в квартире Степановой сделали меньше года назад. Но эта ночь перечеркнула их старания. Вода лилась с потолка, хлистала из люстры, сочилась из розеток. На парковом 2 пострадали несколько квартир. В двушке на четвертом этаже в зале отсырели углы. Пошли пятнами обои. Выгнулся пластик. Ситуацию в спальне немного спасли натяжные потолки. Но что делать с мокрым паласом, хозяйка не знает. Такие же проблемы у жильцов домов по соседству. Вино всему ливень и строители, которые то ли не удосужились накрыть пленкой разобранную кровлю, то ли накрыли, но плохо. У Натальи Смольковой из дома номер 7 микрорайона Рудничный вода повредила стенку, ковер и ламинат. Проснулись ночью, сосед разбудил. Говорит, течет вода. Ну, сейчас уже высохла, но на шифонере тазики стоят. И он под стенкой до сих пор вода стоит. Затопила и квартиру Нины Бажевой. По словам пенсионерки, подрядчики уже увезли ее ковер, пообещав вернуть чистым и сухим. А вот семья Поповых на четвертом этаже одним ковром не отделалась. Все у нас пролило пятый этаж, четвертый этаж и до третьего. То есть лило из светильника, вот так прям лилась вода, вот из этого шва и в этой тоже стороне. В службе спасения мне сказали, вы такая не одна. Эмоции, конечно, переполняли. Присланный службой спасения электрик обесточил квартиру. И когда электричество вернется, неизвестно. Вот мы с тазами, с водой, без холодильника на неопределенное время. Когда это все будет, и когда это все высохнет, и как это все будет ликвидироваться, пока не знаем. Надо мной еще сильнее ущерб. Там тоже все лило, и там значительно большая площадь. Представители управляющих компаний зафиксировали повреждения и пообещали, что подрядчик или выплатит компенсацию, или устранит нарушение. Я связалась с управляющей компанией, с председателем. У нас ООО «Юго-Запад». Он сказал, что он уже был оперативно тут. Он снял видео. Подрядчиком, как мне сказали, является ООО «Мастер». Это губкинская компания. У меня есть телефон ее представителя в АЦАПе, который на словах сказал, что будут думать, как нам компенсировать. Они там уже разработали какие-то два варианта плана. Но пока об этом говорить рано, потому что ущерб надо оценить тогда, когда все высохнет. Масштаб бедствия и количество пострадавших станут известны через 3-4 дня. А пока управляющие компании составляют акты о причиненном ущербе. Чтобы ликвидировать дефицит медработников, власти Белгородчины решили обеспечить врачей жильем. За пять лет приобретут 336 квартир. 160 уже в этом году. Жилплощадь должна быть не менее 50 квадратных метров и с минимальным набором мебели. Специалисты смогут ехать сразу, но в собственное жилье перейдет после 10 лет работы в регионе. Для медиков, желающих работать в Белгородской области и жителей, продающих квартиры, организована горячая линия 8-910-321-7766. Те, кто хочет продать недвижимость, могут оставлять заявки. Специалисты осмотрят жилье и решат, подходит ли оно под требования Депздрава. Депздрав сообщает о смерти еще троих пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Это 70-летняя Белгородка, жительница Прохоровки, 53-го года рождения и 80-летний Старосколец. Выявлено 134 новых положительных теста на коронавирус. Сегодня в ковид-госпиталях области 1096 пациентов. 25 из них подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 2358 человек лечатся амбулаторно. Полный курс вакцинации на данный момент прошли 396 тысяч жителей региона. Почти 568 тысяч получили первый компонент. Из них 79,5 тысяч – староскольцы. Возведение еще одной школы на 1100 мест. Строительство цеха по производству ГБЖ, колесообозрение и снос зданий на территории бывшего маслозавода. Об этом и не только, говорил Александр Сергеенко в прямом эфире в Инстаграм. Там за час онлайн-разговора в главе администрации Староскола поступило около 200 вопросов от жителей округа. Когда начнется ремонт остановки и тысячу мелочей, сделаем. Я проезжал там, сегодня было пару обращений по комфортной городской среде. Мы ждали, когда закончится аренда этого павильона. Мы хотим его демонтировать. Мы демонтируем эти остановки, они похожи на гробики небольшие. Ремонт дорог, домов, дворов, установка освещения и детских площадок. Вот перечень основных вопросов, поступивших от староскольцев Александру Сергеенко во время прямого эфира. Жалобы были на работу судебных приставов и шум по ночам от мотоциклов. Беспокоятся староскольцы о возможном дефиците мест в школах с северо-восточной части города. Ведь там активно идет застройка в районах ИЖС. Возводят многоэтажки в микрорайонах «Космос», «Степной» и «Жилом комплексе», «Садовые кварталы». Александр Сергеенко сообщил, что помимо Академии знаний в новой части города появится еще одна большая школа на 1100 мест. Современное образовательное учреждение построят в микрорайоне Центральном. Достаточно объемное по площади, достаточно функциональное, все лучшие передовые технологии и методы образовательной деятельности. При реализации таких проектов мы их применяем там. Проектом занимается наша проектная организация «Белгород-облпроект». Вопроса у нас уже не будет. Еще 100 мест, школа и все микрорайоны ИЖС спокойно могут туда своих деток. С первого класса начнется обучение. Жители округа подняли и вопрос строительства цеха по производству горячебрикетированного железа. Соответствующий меморандум о намерениях был подписан 3 июня на Санкт-Петербургском экономическом форуме. Сегодня мы не знаем, какие виды оборудования будут размещены. Мы не знаем, какая будет санитарно-защитная зона для населенных пунктов. Вообще, где оно будет дислоцироваться. Все проекты, все изменения будут проходить публичное обсуждение во всех населенных пунктах, без исключения Староскольского городского округа. И, конечно же, если жители будут настаивать против категорически, тогда этот вопрос, наверное, не будет рассматриваться. Но я думаю, в принципе, сегодня еще рано об этом говорить. В последние дни в социальных сетях активно обсуждается и стройка в районе бывшего маслозавода. Заявляем, что исторических зданий на маслозаводе нет. Я вообще немножко даже удивлен, что такие вопросы поступают. Там стояли уже, во-первых, находящиеся в собственности московских риэлторов здания. Они разрушены, аварийны, на которых росли деревья. Значит, управление по охране памятников культуры выезжало туда, провело все экспертизы. Коснулись и темы добровольно-принудительной вакцинации. Здравствуйте. Можно рассказать, почему увольняют людей из-за нежелания вакцинироваться. Но я таких фактов, в принципе, не знаю, чтобы увольнять людей из-за этого нежелания вакцинироваться. Хотя я считаю, что вакцинация, она сегодня необходима. Я вам скажу даже больше. У нас сегодня на всю область осталось 150 коек в ковид-госпиталях. У нас 575 коек, и практически они все заняты. Не имеют права работодателю увольнять. Это однозначно. Спортсменов волновал обещанный легкоатлетический манеж. Я о нем говорил и Вячеславу Владимировичу Гладкову, временно исполняющему обязанности. Я разговаривал с Андреем Владимировичем Скотчем по этому вопросу. Мы сегодня в обязательном порядке наставим, чтобы этот объект был в городе. И он будет в городе. Я думаю, если не в 2022 году, то в 2023 году он будет точно. Жители города очень волнуют судьба парка аттракционов на микро. Ведь предыдущий инвестор не справился с ущербом от пандемии и расторг договор. Мы сейчас ищем инвестора. Если мы в этом году этот вопрос не решим, то мы принимаем решение, что мы запроектируем и самостоятельно сделаем там парк муниципальный. Интересовали староскольцы колесом обозрения за 40 миллионов рублей, о котором говорили прошлой осенью. Как оказалось, инвестор настаивает, чтобы аттракцион установили прямо в центре парка «Зеленый лог». Жителей я категорически против. В принципе, это будет переоборудование, реконструкция вообще всей территории парка. Мы предложили другие варианты. Инвестор не хочет, отказывается. То есть, пока вопрос подвис, но мы тоже не имеем права вот так безграмотно подходить к этому. Всего в рамках часового прямого эфира Александру Сергеенко поступило около 200 обращений. Еще 80 прислали накануне. Однако на вопрос, волнующий очень многих староскольцев, глава администрации округа однозначного ответа не дал. Ну, здесь вопрос, неужели уйдет Александр Николаевич, город этого не выдержит. Все будет хорошо, все выдержит. Значит, пока этот вопрос не решен. Мария Шельпова, Александр Гончаров, Александр Балакин, 9 канал. Заслуженные учителя Белгородщины получат доплату к пенсии. Об этом сообщил в Рио губернатор Вячеслав Гладков. Ранее у педагогов со званиями «заслуженный учитель» и «народный учитель» были надбавки к зарплате. Но после выхода на отдых начисления прекращались. Теперь им на пенсии будут доплачивать 3000 рублей в месяц. В 2021 году на эти цели выделят 2 миллиона рублей с бюджета области. В 2022-м – 6 миллионов. А сегодня свой 89-й день рождения отмечает старейший работающий учитель города, кандидат педагогических наук, почетный работник образования, заслуженный учитель России, член Союза журналистов Нина Исааковна Черепанова. Она известна не только как организатор и куратор творческих конкурсов «Учитель года» и «Школа года», но и как театрал, хранитель истории образования. Общий трудовой стаж – 67 лет, педагогический – 65. Нина Исааковна руководила средней школой номер 17. Более 20 лет работала в методической службе управления образованием, защитила диссертацию. С 2008 года возглавляет Старооскольский музей народного образования. Именно благодаря ей сохранены имена земляков, педагогов 20 века. Автор книг и газетных публикаций Нина Исааковна и сегодня ведет работу над изданием очередной книги о Старооскольском театре для детей и молодежи. В терзании души – сборник стихов по таким названиям выпустила скольчанка Валентина Казанова. Чтобы книга вышла в свет, автору пришлось взять кредит. Но Валентина считает, мечта того стоила. Это дождь или град? Я никак не пойму. Это слез водопад, а я их ловлю. Это боль, пустота моей будущей жизни. Это все неспроста, коль поганые мысли. Это стихотворение у Валентины Казановой, любимое в книге. Чтобы издать свой сборник, пришлось взять 50 тысяч в кредит и проявить немалое упорство. Ну а скользкая поэтесса считает, сборник того стоил. Ведь это мечта. И пусть тираж всего 100 экземпляров, Валентина гордится, что ее терзания от души вышли в свет. Все стихи о любви. Никогда не думала, что так будет все серьезно. Ну, то есть пишешь, допишешь. Все исходит от души. То есть все отходит из сердца. Больше всего неразделенная любовь, наверное, скорее всего. Потому что все стихи основаны на любви. Дедушка Валентины тоже складывал строки в рифму. Прочел восьмилетней внучке что-то из собственного сочинения. И ей так понравилось, что захотелось попробовать самой. Попробовала. На пол полетели скомканные списанные листы. Плохо вышло. Но Валентина не сдавалась. Писала, писала. Стихи, сказки. Много читала. Пушкин, Бродский, Ахматова, Цветаева. В пятом классе способности ученица заметила преподаватель литературы 14-й школы. Мы сидели с ней, занимались даже во время уроков. То есть она всегда говорила, Валюшка, у тебя есть искорка, у тебя есть талант. Ты занимайся, не сдавайся. К сожалению, я отучилась, и у нас связь с этим человеком пропала. Я ее очень хочу найти. Я очень хочу ей сказать, просто глядя в глаза, большое спасибо. Большое спасибо за то, что я стала такой. Увлечение дочери поддерживает мама. Главный человек в жизни Валентины. Она и придумала название сборнику «Терзание души». На работе девушка трудится в охране. Коллеги с любопытством листали книгу. Хвалили, делится Валя. Каждый экземпляр перед тем, как вручить, она непременно подписывает. Извиняясь за почерк, левой рукой сделала дарственную надпись и о делу новостей 9-го канала. Лариса Ульяненко, Алексей Гончаров, Илья Самсонов, 9-й канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. А я, на Семеново, прощаюсь с вами. Всего доброго и хороших вам выходных. В студии Мария Шелепова. Здравствуйте. Жаркий июль продолжается. В предстоящие выходные в Черноземье погода будет местами неустойчивой. Пройдут отдельные кратковременные дожди и грозы. В атмосфере появится духота. Ночью термометры покажут плюс 18, плюс 21. Днем около плюс 30. По предварительным прогнозам, жара ослабеет в начале третьей декады июля. По данным гидрометцентра, в субботу 17 июля в Старомосколе небольшая облачность без осадков. Температура воздуха днем около 30-31 градуса выше нуля. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Ночью плюс 18, плюс 19. Атмосферное давление 737-740 миллиметров ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова